Ребята, сегодня я в Brookhaven для того, чтобы снова найти маму. Давайте мы, наверное, сейчас это исправим как-то. У нас до сих пор не работают сервера Роблокса, поэтому сидим как бы, так сказать, на добром слове. Ждем, пока все прогрузится по 100 лет. Все, смотрите, ребята, я прогрузилась, только меня почему-то вот сюда решила откинуть. Тут какой-то молодой человек появился. Мы сейчас должны будем одеться по-детски, как всегда, чтобы нам искать маму. Потому что такую дочь никто не усыновит, не удочерит. Где наша одежда? Ну, сейчас мы опять подождем, пока все прогрузится. Почти прогрузилась, ребята, вот, все отлично, все прогрузилось. Мы сейчас будем одевать пижаму. Давайте, наверное, оденем вот такую желтую пижаму. Я еще вообще ни разу не надевала. Она достаточно милая, вроде симпатичная. Вот, смотрите, оденем ее. Конечно, ребята, как всегда, одеваем соску. И после этого уменьшаем наш рост. И, в принципе, мы готовы искать себе родителей, искать маму. Надеюсь, на этот раз у меня получится что-то очень хорошее. Все, соска есть. Теперь уменьшаемся в росте. И мы готовы искать маму. Все, я думаю, вот так будет достаточно. Теперь можем искать маму. Давайте мы вот так сделаем. Сейчас возьмем опять табличку. И возьмем, надеюсь, ребята, у меня получится найти маму. Напишите в комментариях, как вы думаете, получится у меня или нет. Итак, ребята, как всегда, пишем adopt me. То есть, как переводится, усынови меня. Поэтому вот, смотрите, отлично. Тут есть какие-то ребята, которые не имеют работы. Ребят, зачем такие родители, которые не имеют работы? Потому что, ну, как бы, хотелось бы родителей с работы. Все-таки с работы, да, чтобы они зарабатывали. Там меня кормили, поили, я не знаю. Здесь, походу, никто не хочет меня усыновлять. Походу, никому это не интересно. Смотрите, вот какая-то девчонка появилась. Почему она уже в этой тусовке, я не знаю. Они, конечно, так все выглядят, что матерями они точно не хотят быть. Походу, их это вообще не интересует. Они там что-то встречаются, что-то общаются. Смотрите, есть кто-то на машине. Давайте к нему подойдем. Может быть, он меня усыновит. Нет, подожди, подожди. Я хотел с тобой. Подожди, я с тобой хотела. Меня машина сбила. Может быть, ты усыновишь меня, удочеришь? Пожалуйста. Напиши, да. Напиши, что ты хочешь усыновить. Нет, не уезжай. Пожалуйста, черт. Ребята, походу, я осталась в приюте. Походу, мне никто не хочет ни усыновлять, ни удочерять. Давайте вот сядем к этому. Вот, может быть, меня захочет усыновить этот телевизор. Ребята, ну, зато будем телевизор сутками смотреть. Было бы замечательно. Было бы очень интересно, если бы вот этот вот человек меня усыновил. Но, походу, он не заинтересован в этом. Блин, вот тут какие-то девчонки появляются. Садимся к ней. Садимся в ее вот тачку. Почему я сесть не могу? Вот. Может, она одобна? Ты не хочешь одобнуть меня? Смотри, какая я миленькая. Ты что? Посмотри, какая я хорошенькая. Я считаю, что ты упускаешь свою возможность на прекрасную дочь. Ладно, ребята, никто не хочет. Давайте искать. Давайте будем сейчас ходить и по домам что-то все обламывается. О, смотрите, тут кто-то есть. Так, давайте-ка мы сейчас предложим. Куда она делась? Что происходит? Почему я куда-то провалилась? Вот так стоим. Где жительница этого дома? Вот, смотрите, красная вот эта есть. Так, давайте-ка мы сейчас предложим ей, чтобы она нас усыновила, удочерила. Мы сейчас звоним в звоночек. Берем эту табличку. На ней все еще написано «Одобме». Так, мы позвонили. Походу, она куда-то ушла. Походу, ее это все не волнует. Ребята, пока с поисками матери все достаточно плохо обстоит. О, так, ребята, появился шанс. Появилась возможность. Ребята, убираем табличку. Соглашаемся. Ребята, походу, меня устно удочерила вот эта вот красная девочка. Я не знаю. Класс, ребята, походу, я нашла мать. Меня удочерила, ребят, ну, как вы простите, у меня просто супер глючит Роблокс. Вот так вот такая картинка, которая еле прогружается, потому что это жесть. В смысле мы занимаемся на тренажере? Я вообще-то маленькая, ты должна заботиться обо мне. Походу, мы заглючили. Я вообще не знаю, ребят, это просто... Я не знаю, когда Роблокс починит свои сервера, я перестану себе через VPN, потому что это все уже немножко достало. Посмотрите, как все глючит. Так, меня мать скинула. Я надеюсь, что она сейчас подготовит все для ребенка, который будет у нее жить. Так, я надеюсь, что она уже подготавливает. Просто это у меня ничего не прогружается. Очень бы хотелось. Да, давайте. Что это такое? Так, она взяла меня на руки, и сейчас будем смотреть, что же будет происходить. Слушайте, она меня, походу, из дома выгоняет. Ребята, походу, она меня из дома выгоняет. Нет, чувствую, вот я прям, что она меня сейчас здесь бросит. Да, офигеть, она меня из дома выгнала. В смысле, она сначала меня удочерила, а потом выгнала из дома. Капец, меня мать из дома выгнала. Вот, знаете, что с такой матерью надо делать? Надо вот ее просто... Она не пускает меня домой. Я буду плавать в ее бассейне, пока она не пустит меня в свою квартиру. Она выключает свет. Класс, спасибо. Спасибо, мама, что ты меня решила вот так вот выгнать из дома. Сначала дала надежду на светлое будущее, а потом бросила. Знаете, я так и знала, что так оно и будет. Ищем другой дом. Нам нужен срочно новый дом. И там я вижу стоит дом президента. Ребята, это уже интересно. Нет, я не туда оттелепортировалась. Ищем. Где же... Смотрите, здесь тоже что-то происходит. Давайте мы сейчас возьмем табличку. На ней все еще написано «Одопме». И давайте пройдем, значит, вот сюда. Тут дом открыт. Отлично. Это очень интересно. Ну, знаете, что? О, это мистер телевизор. Это мистер телевизор. Он не хочет меня усыновить. Что с ним произошло? Ребята, я не знаю. Это, походу, да. Это, походу, Роблокс. Вот так, глючит. Обожаю просто. Но ничего, ребята. Мы сейчас... Он, походу, не хочет меня усыновлять, удочерять. Поэтому я хочу найти человека, который более в этом заинтересован. Наверное, это будет вот такой человек-огонь. Мы ему сейчас предлагаем нас удочерить. Ждем, когда Веном... Ого, его Веном зовут. Отлично. Ждем, когда он согласится или не согласится. Походу, что-то он не особо соглашается. Ладно, он не хочет, чтобы я стала его ребенком. Знаете, немножко обидненько. Так, смотрите. Тут есть вот такой Декстер. И мы сейчас... Я хочу, знаете, стать ребенком президента. Стала дочерью президента в Брукхейвен. Это вообще огонь. Заходим в дом. В дом нельзя. Дом закрыт. Дом вообще пустой или нет? Давайте, наверное, мы сейчас это узнаем. Давайте посмотрим. Может быть, здесь кто-то сидит. Я просто его не вижу. Так, ну вроде бы никого. Как будто в доме нет. Да, ребята, к сожалению, походу дом сейчас пустой. Походу президент сейчас на каких-то важных мероприятиях. И мы должны подыскать себе другой дом. Ребята, вы понимаете то, что это реально проблема? Потому что меня реально никто не усыновляет, не удочеряет. Ничего. Почему я постоянно говорю усыновитесь? И меня надо удочерять. Короче, я просто путаюсь, ребята. Очень тяжело. Смотрите, тут девчонки-близняшки. Блин, может быть, я стану дочерью-близняшек. Я могу одеться так же, как они. Было бы очень забавно. А может быть, вот этот меня удочерит. Было бы очень хорошо. Ой, смотрите, они вообще говорят на арабском. То есть, они откуда-то из арабских стран. Очень интересно. А может быть, вот такой вот парень? Конечно, вот эти близняшки. Было бы очень прикольно, если бы они меня удочерили. Давайте посмотрим. Я знаю, что тут теперь можно как бы транслейт включить. Автоматический. Давайте мы его включим. И давайте посмотрим. Блин, как это работает? Почему мне ничего не переводят? Я не знаю, ребята, как это работает. Я, кстати, еще этой функцией вообще не пользовалась. Но такое ощущение, что они не особо заинтересованы в удочерении меня. Блин, ребята, меня удочерил один человек, который и то выгнал меня из дома. За что? Блин, вот это может быть розовая меня удочерит. Было бы очень прикольно. Так, нет, она вообще куда-то телепортировалась. Смотрите, есть какая-то вот такая, которая очень странно бегает. Мы предложим ей сейчас нас удочерить. Походу, это опять у меня роблок заглючил. Офигеть, она тоже куда-то убежала. Тот тоже бегает. Блин, что тут вообще происходит? Хорошо, смотрите, вот здесь есть какие-то полицейские. Давайте к ним подойдем. Вот такая вот девчонка классная, которая бегает странно. Давайте ей предложим. Нет, она телепортируется. Почему? Может быть, все-таки вот это захочет как-то меня удочерить? Она, цветы не прогрузились. Блин, ребята, обожаю, обожаю эту игру в Брукхейн, когда ничего не работает и все просто как-то интуитивно происходит. Я не могу найти. Смотрите, ребята, появился новый дом. Давайте-ка мы туда постучимся, куда-то зайдем. Может быть, меня здесь пустят. Вот, смотрите, я вот так вот предлагаю людям удочерить меня. Я настойчива, понимаете? Я настойчива. Я не теряю возможности, я ищу их сама. Может быть, они меня все-таки удочерят. Было бы очень хорошо. Вы бы, я считаю, правильно поступили. Так, ты давай-ка уходи. Ты не составляй мне конкуренцию. Тут и так уже есть претенденты. Уходи, я тебе сказала. Ребята, пока, как вы понимаете, все не супер густо. Пока меня вообще никто не хочет удочерять. Мне это вообще не нравится. Вот эта мать меня выгнала из дома. Короче, могу сказать одно. Итоги поисков мамы закончились тем, что одна меня удочерила, но в итоге выгнала меня из дома. Ребята, напишите в комментариях, как вам ее поступок. Я считаю, что это плохая мать.